Привет, с вами колесо.ру. Что такое емкость автомобильного аккумулятора и в чем ее разница с силой тока? Здравствуйте, это серия полезных и информативных роликов про аккумуляторы простым и понятным языком. В этом видео вы узнаете, что именно означают цифры на аккумуляторе, говорящие о его емкости и силе тока. Это самые частые обозначения, которые вы можете увидеть практически на любых аккумуляторах и выглядят они будут примерно так. А для человека, который никогда не сталкивался с такими обозначениями, эти надписи могут показаться сложными и запутанными. Однако, в ближайшие пару минут вы удивитесь, насколько все просто и понятно. Итак, начнем с вольтажа. 12 вольт это напряжение, которое выдает аккумулятор. Это такой же технологический стандарт, как и 220 вольт в нашем доме, но адаптированный под норму легковых автомобилей. Подробнее о том, почему появился именно такой технологический стандарт и его особенности, вы можете узнать, кликнув по подсказке или перейдя по ссылке в описании ролика. Следом рассмотрим знак, указывающий на емкость в амперчасах. А в действительности эта цифра показывает результат теста, в котором аккумулятор испытали под нагрузкой. К аккумулятору подключается специальный прибор. И какую мощность аккумулятор сможет выдать на протяжении всех 20 часов так, чтобы к концу этого 20-го часа его напряжение не упало ниже 10,5 вольт, такое значение и принимается как его емкость, которую справедливо умножают на эти самые 20 прошедших часов. Допустим, по результатам теста мы поняли, что аккумулятор работает под нагрузкой 3 ампера и успешно проходит тест. Мы умножаем эти 3 ампера на 20 и получаем 60 ампер часов. Справедливо и обратное действие, когда мы видим надпись 60 ампер часов, мы можем разделить это значение на 20 и получить то самое значение в 3 ампера, которое в течение 20 часов этот аккумулятор будет выдавать, пока не упадет напряжение и он не разрядится. Третий знак, указываемый в амперах, это максимальная сила тока, которую будет выдавать этот аккумулятор. Такие высокие токи нужны, чтобы завести двигатель автомобиля с помощью стартера. Особенно много энергии на запуск двигателя уходит в холодное время года, когда на улице очень низкая температура из-за особенностей физико-химических процессов, происходящих внутри аккумулятора. Из интересных деталей важно учитывать, что по ГОСТу для измерения пускового тока окружающая температура должна быть минус 18 градусов Цельсия. И до измерения аккумулятор должен находиться в такой температуре 24 часа. Однако производители могут использовать и свои процедуры проверки пускового тока, которые могут сильно отличаться от этого ГОСТа. Поэтому мы можем видеть картину, когда более дешевый аккумулятор на своем корпусе может иметь надпись, гласящую о более высоком пусковом токе по сравнению с аккумулятором именитого бренда, той же емкости и той же технологии. Пожалуйста, помните, что когда вы выбираете себе автомобильный аккумулятор, нужно подобрать такую модель, которая подходит именно вашему автомобилю. Как всегда, мы подготовили для вас информацию в максимально полезном и кратком виде. Впрочем, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые будут рады помочь вам с практической и теоретической консультацией. А если вы хотите еще больше знать про аккумуляторы простым и понятным языком, а также о том, как выбрать по-настоящему качественный аккумулятор, переходите на следующее видео по кнопке в конечной заставке или по ссылкам в описании. С вами была команда колесо.ру. Приобрести аккумуляторы и другие автотовары вы можете на сайте колесо.ру и в наших центрах колесо. Спасибо, что посмотрели. Ровных дорог вам и удачи.